Друзья, рады вас вновь приветствовать и представить вам видео-урок «Художественная обработка студийного портрета в стиле файн-арт». И так как сюжет в студийной фотографии – вещь сравнительно редкая, то особую роль играет среда, окружающая модель, то есть фон. При съемке дальний план, этот самый фон, у фотографа не всегда получается разнообразить, но это превосходно можно сделать при обработке. Именно художественную обработку с наполнением фона элементами и эффектами в очень популярном на сегодняшний день стиле файн-арт в этом видео-уроке мы с вами и будем делать. А чудесную портретную фотоработу для урока мне любезно предоставил мой большой друг великолепный портретный фотограф Евгений Кушель. В материалах же к данному уроку прилагается исходное фотоизображение из этой же фотосерии, также любезно предоставленное Евгением, а также необходимые текстуры для тренировки ваших навыков в художественной обработке портретных фото. Итак, друзья, приступаем к уроку. Вот сейчас вы наблюдаете сырое изображение, да? Первым делом в камере RAW я вытянул детали из теней и подправила слегка геометрию кадра, и уже на эту начальную подготовку изображения применила вот этот пресет из зимнего же набора, который проявил объем, сделал цвета на изображении более естественными, более натуральными. Далее уже в программе Photoshop первым шагом я кадрирую изображение. И при кадрировании на панели настроек этого инструмента рамка кадрирования включаю функцию «Заливка с учетом содержимого», чтобы пустые области автоматически заполнились фоном изображения. Не совсем корректно при кадрировании пустые области залились фоном изображения, но в данном конкретном случае это не очень-то нам и важно. Я сделаю пустой слой на самом верху и просто используя инструмент кисточка мягкая, круглая, стандартная образец цвета, беру с фона изображения и этим самым цветом закрашиваю эти пустые области, а также низ картины. И вновь используя инструмент «Рамка кадрирования» дорабатываю композицию. Давайте сейчас зайду в историю и наглядно вам продемонстрирую, что композиция кадра улучшилась. Надеюсь, вы с этим согласитесь. Следующим шагом также стандартное базовое действие, которое производим мы практически в 90-х случаях при обработке фотоизображений, это применение фильтра пластика. Предварительно я объединила все наши предыдущие действия на самый верхний слой, сделала так называемый композитный слой. В фильтре пластика я поправляю прическу модели и слегка заморозив предварительно сережки, чтобы они не деформировались, корректируя детали лица и шеи. Субтитры создавал DimaTorzok Взглянем на результаты работы фильтра пластика и следующим шагом уже непосредственно применение действий из зимней панели. Первым действием я хочу убрать излишки красных и пурпурных оттенков с кожи и волос модели. Из раздела «Ретушь» применяю операцию под названием «Красный удалить» и по завершении работы операции рисую по маске, она закрыта у нас черным цветом, эффект спрятан, нам его нужно проявить, проявляем белой кисточкой мягкой, именно на тех местах, где мы не желаем видеть излишки красных и пурпурных оттенков. Следующим этапом нашей работы – «Ретушь». Воспользуемся также экшеном под названием «Ретушь под номером 5». Должна вам сказать, друзья, экшен удивительный, далее у вас будет возможность пронаблюдать его в работе. Находится он в панели, соответственно, в разделе «Ретушь». По завершении данной операции, как и по завершению многих же, выходит табличка, с помощью которой нам более понятно, как далее нам работать со слоями, которые появились в группе в результате работы операции. Руководствуясь данными рекомендациями в сопроводительной табличке, переходим на самый верхний серый слой, проводим техническую ретушь кожи. Друзья, обращаю ваше внимание на настройку кисти для инструмента «Штамп» и на настройку параметров этого инструмента. В данном окошке у вас должен быть включен параметр «Активный слой». Ну и выбранным инструментом «Штамп» проводим техническую ретушь, удаляем с кожи разные дефекты, пятнышки, неровности. Следующим шагом работа «Микс-кистью». Разглаживание неровности кожи, а также легкое сглаживание тоновых и цветовых переходов. Данное действие мы проводим на этом пустом слое, он так и называется «Микс-кисть-ретушь». И особое внимание вновь прошу вас обратить на настройки панели инструмента «Микс-кисть». Кисточку выбираем, мягкую, круглую, стандартную для работы. Ну и, конечно, как и во многих предыдущих видео уроках, когда мы работаем данным инструментом для разглаживания кожи, я вас прошу быть внимательнее, аккуратнее и не разгладить, не нарушить натуральный светотеневой рисунок, который присутствует на модели при съемке. Если вы разгладите чересчур, да, то есть нарушите светотеневой рисунок, тем самым ваше фотоизображение довольно прилично может потерять в объеме. И на выходе вы получите плоское, некрасивое изображение. И если вы с разглаживанием «Микс-кистью» все-таки перестараетесь, у вас есть возможность это все подправить. Первое – это снизить непрозрачность данного слоя. И второе – это включить на данный слой черную маску и уже обычной кисточкой белого цвета небольшую непрозрачность кисти включаем, проявляем разглаживание в нужной нам степени на нужных участках. Давайте посмотрим мой результат работы «Микс-кистью» для разглаживания кожи. И мне тоже не нравится, я тоже, друзья, перестаралась, и, как я вам уже говорила ранее, можно снизить непрозрачность этого слоя, что я и делаю. Продолжим работу «Микс-кистью», разгладим кожу на остальных участках на шее и на руках. Для этого я создам новый пустой слой, так как, возможно, для этого этапа работы «Микс-кистью» потребуется совсем другая коррекция и другая настройка непрозрачности слоя. На этом же слое можно поработать и с волосами, разгладить, пригладить слегка и их. Посмотрим на результат работы «Микс-кистью» и переходим к следующему этапу. Работаем все так же в этой группе, продолжаем нашу ретушь. И далее у нас работа с цветом. Будем добавлять цвет на кожу модели. И переходим на слой «Кожа-цвет». И как вы можете видеть в данный момент, друзья, на некоторых участках, а именно в средних и теневых, катастрофически не хватает цвета. Зажимая клавишу «Альт» у нас появляется пипетка при выбранном инструменте «Кисть», а рисовать мы будем именно им. Подбираем нужный цвет и закрашиваем, добавляем цвет на эти участки. Все так же работаем круглой стандартной мягкой кисточкой. Только особое внимание, друзья, вновь прошу вас обратить на настройки инструмента, а именно на непрозрачность. Процент непрозрачности совсем небольшой, в районе 10-15%. И то эти значения актуальны, если вы работаете пером на планшете. Если вы работаете мышкой, значение непрозрачности проставляете не выше 5%. Ну а по большому счету, конечно, регулируете сами. Где вы желаете, на каких участках видеть более интенсивный цвет, там значение непрозрачности повышаете, где менее интенсивный понижаете. Либо манипулируете насыщенностью и тональностью выбранного цвета. И можно перейти на слой кожи-тон и, подбирая светлый или темный оттенок, осветлить участки, которые вам кажутся чересчур темными, и наоборот притемнить те участки, которые вам кажутся чересчур светлыми. И точно так же, работая на этих двух слоях кожа-цвет и кожа-тон, выравниваем, соответственно, цвет и тон кожи на других участках на шее и на руках. Давайте, друзья, взглянем на результат проработки тона и оттенка, а также на весь результат ретуши. А далее у нас довольно затратный, друзья, по времени этап работы, но необходимый – это прорисовка светотеневого рисунка, усиление деталей. В панели также в разделе «Ретушь» я запускаю «Экшен серый слой» и «Экшен Dodge Burn помощник», который можно настроить под свое изображение. Он создается для того, чтобы более явно проявить на фотоизображение светлые и темные участки, чтобы мы более явно их наблюдали и более точно могли их усилить, прорисовать. Вообще, в своих работах я создаю три серых слоя, на которых работаю инструментами осветлитель, затемнитель, и, соответственно, на одном слое прорисовываю, усиливаю теневые участки, на другом – светлые света, да, и на третьем усиливаю блики. И зачастую, помимо прорисовки светотеневого рисунка и усиления деталей, если этого требует кожа модели, я на этих же серых слоях, используя метод «Dodging Burn», прорабатываю оставшиеся дефекты на коже и пятнышки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот, друзья, как выглядит результат «Dodging Burn» на шее модели. Перехожу на верхний серый слой, начинаю работать с объемом. Первым делом усиливаю светлые участки, соответственно, инструмент «Осветлитель» выбираю, и прохожусь по светлым же участкам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как я ранее говорила, для усиления бликов. Блики прорисовываю тем же инструментом «Осветлитель», но, внимание, друзья, в окошечке «Диапазон» включаю подсветку. Значение экспонирования регулирую в зависимости от участка, на котором работаю. С данным этапом работы на серых слоях мы с вами завершили, друзья. Вновь вам продемонстрирую «До» и «После» и приступаем к детальной проработке. Следующим шагом я проработаю глаза модели, так как вы знаете, на портрете глаза самое главное. Пользуюсь экшеном под одноименным названием «Глаза» из панели из раздела «Ретушь». Знакомимся с рекомендациями из таблички и следуем им. Прорабатываем, выделяем глазки модели на портрете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Далее еще поработаем с тоном кожи модели. В этом нам поможет экшен из раздела «Ретушь» под названием же «Выравнивание тона кожи». По завершении данной операции также выходит вспомогательная табличка, из которой мы и узнаем, как же, используя слои, которые получились в результате работы данной операции, мы с вами можем легко и просто выровнять тон кожи нашей модели. На данном этапе мы работаем инструментом «Кисть». «Круглая, мягкая, стандартная». Подбираем нужный нам цвет и оттенок. Если мы хотим проработать теневые участки, то есть немного их еще осветлить, мы выбираем более светлый оттенок. Если мы желаем притемнить какой-то участок, мы выбираем более темный. Таким образом, проходясь по светлым и темным участкам, с цветом разной тональности, мы и выравниваем тон кожи. Используя следующие операции, из зимней панели, мы с вами поработаем над тоном кожи модели и выделим модель на передний план. Над скинтоном мы будем работать в пространстве Lab. Перед данной коррекцией нам надо сделать дубликат изображения. В зимней панели заходим в раздел «Действия» и выбираем операцию под названием «Дубликат изображения». И уже к дубликату изображения применяем экшен из раздела «Ретушь» под названием «Тон кожи 5 лап». Проходимся по маске, проявляем эффект белой мягкой кисточкой с небольшой непрозрачностью. И я хочу сделать не столь насыщенным цвет и более объемным изображение, поэтому режим наложения на данную группу слоев я включаю мягкий свет. А чтобы выделить модель на передний план, я применяю корректирующий слой «Цветовой тон насыщенность». Приглушаю цвет на фоне и притемняю изображение. Рисуя мягкой черной кисточкой по маске, удаляю данный затемняющий эффект с модели. Чтобы перенести обработанное в лап изображение в наш рабочий документ, я вновь использую операцию зимней панели из раздела «Действия» «Слить копии». Далее белую деталь одежды модели я хочу сделать белой, то есть убрать с нее посторонние голубоватые оттенки. Использую экшн под названием «Белый снег 1» из раздела «Коррекция». Следующим одноименным действием «Румянец» добавлю румянца на щечки нашей модели, а затем повторю операцию под названием «Красный удалить». Удалю оставшиеся излишки красных и пурпурных оттенков с модели. Добавлю еще цвета на кожу модели. Сделаю я это на пустом слое, создаю его. Режим наложения «Цветность» включаю, рисую мягкой круглой стандартной кисточкой, подобрав подходящий телесный оттенок. Далее использую корректирующий слой кривые, предварительно лассо-произвольно выделю саму модель, осветлю ее слегка и добавлю цветового контраста. Снижаю непрозрачность слоя «Кривые» и размываю края маски. Ну а теперь, друзья, разнообразим нашу работу художественными элементами. И сначала я применяю вот эту художественную же текстуру. Она не из зимнего набора. Данную текстурку я положила в материалы к этому уроку. Качайте, пользуйтесь. Текстуру в наш рабочий документ можно переместить так же, как я сейчас показываю, да, просто инструментом перемещения. А можно использовать операцию же из зимнего набора, и из раздела «Действия» и «Экшен» называется «Открыть эффект текстуры». Меняем режим наложения для текстуры на мягкий свет, регулируем непрозрачность, настраиваем, да, и прячем этот слой под черной маской. И эффект текстуры проявляем белой кисточкой по центру изображения. И вот, друзья, моя готовая работа с художественными же элементами. Данные фотоэлементы также добавлены в материалы к этому уроку, как и в исходный файл из этой фотосъемки, любезно предоставленный моим другом-фотографом Евгением Кушель. Материал совершенно бесплатный. Скачивайте, возможно, у вас появилось желание после просмотра видео попрактиковаться и сделать художественную обработку на подобии, представленной в уроке. Ну а я далее вам продемонстрирую, как я добавляла эти художественные элементы. Для эффекта летящих частиц я использовала вот эту текстуру, трансформирую ее и деформирую, и применяю к ней осветляющий режим наложения, так как элементы здесь находятся на темном фоне, режим наложения экрана. Слой с данными частицами закрываем черной маской и белой кисточкой проявляем их на фоне. К данным частицам хорошо бы добавить летящий эффект, поэтому применяю к этому слою фильтр «Размытие в движении». И точно таким же образом добавляю в свою картину изображение розы. К ней применяю те же самые приемы, также меняю режим наложения на экран и по маске корректирую кисточкой, где-то более явно проявляя, участки изображения где-то менее явно. А все нюансы и тонкости работы с текстурами, клипортами, эффектами, я очень подробно и доходчиво рассказываю в своем новом большом курсе по художественной обработке в стиле «Файн арт портрет». Подробнейшим образом в курсе я рассказываю и показываю, какими режимами наложения, когда, как и почему мы работаем, как мы вырезаем, как мы дорабатываем вырезанные объекты и элементы, с какими элементами лучше нам работать, а на которые вообще не стоит обращать внимание, и как гармонично и правильно подобрать художественные элементы именно к своей фотоработе. Наша обработка, друзья, подходит к своему завершению. И в финале я делаю небольшую цветокоррекцию скинтона модели, использую для этого корректирующий слой, выборочная коррекция цвета. И также спешу уточнить, друзья, что в курсе по художественной обработке в стиле «Файн арт портрет» цветокоррекцию скинтона мы разбираем очень досконально и на это отводится довольно приличное количество времени. И именно по коррекции красивого тона кожи в курсе по «Файн арт портрет» мы начинаем разбирать самых азов с первоначальной подготовки фотоизображения в камере Роум, а затем я показываю и рассказываю множество несложных, но очень действенных приемов уже непосредственно в самой программе «Фотошоп». И для большей картинности, художественности нашего изображения я добавляю вот такую текстуру холста. Она также находится в материалах к этому уроку. Трансформирую ее по размеру изображения и меняю режим наложения. При использовании данной текстуры можно превосходно манипулировать режимами наложения и получать удивительные эффекты. А можно совершенно не заботиться о смене режимов наложения, а лишь применяя к этой текстуре определенные функции и коррекции из программы «Фотошоп» добиваться также интересных художественных же эффектов. И эту тему работы с текстурами я также подробно и досконально раскрываю в курсе «Художественная обработка в стиле «Файн арт портрет». И завершающий штрих данной обработки – это осветление модели и добавление на модель цветового контраста. Это я сделаю с помощью корректирующего слоя кривые. Предварительно выделю саму модель произвольно лас, чтобы коррекция воздействовала только лишь на саму модель. Данный прием, друзья, я показываю практически в каждом своем уроке и каждую практически свою обработку завершаю этим же приемом. Заключается он в том, что в яркостной кривой и поканально ползуночки двигаем в светах и в тенях к началу гистограмм. Заходим в закладочку «Маска» и размываем края маски. И на этом, друзья, обработка завершена. И урок, соответственно, конечно, тоже. Давайте взглянем на результат проделанной работы. И если, друзья, вас заинтересовала данная обработка, данный стиль обработки, пожалуйста, экспериментируйте с фотоизображением, который положен в материал, либо с каким своим фотоизображением, мне чрезвычайно будет интересно взглянуть на ваши результаты, которые можно выложить в комментариях на сайте прямо под этим видеоуроком. И также, если вам потребуется какая-либо моя помощь в этой обработке, мои какие-то подсказки, задавайте вопросы, я с удовольствием отвечу и помогу вам. И небольшой подарок вам, друзья, все, кто поделится своими обработками в данном стиле к этому видеоуроку на курс по художественной обработке в стиле Fine Art Portrait. А сейчас, друзья, позвольте от всей души поблагодарить вас за ваше внимание к нашему каналу и к нашему сайту. Буду вам очень благодарна, если вы поделитесь информацией о наших ресурсах со своими друзьями, коллегами и знакомыми. Еще раз благодарю вас и всего вам самого доброго. До самых скорых же встреч!